Приветствую всех! Сейчас я вам покажу, как подготавливается чипизация населения России. Но самое главное, я вам расскажу, как избежать этой чипизации, что надо делать. И самое главное, я хочу, чтобы вы скачали это видео, потому что чипизацию эту начать хотят в следующем году уже. И до следующего года люди должны будут знать, что надо делать, как отказываться от этой чипизации. Сами понимаете, мои видео, как и контроль над Хаббадом могут быть удалены, потому что эти идеи не нравятся тем, кто организовывает все это цифровое рабство. Поэтому попрошу скачивать и распространять мои видео. Ну, приступим к просмотру. 20 страниц прописка информации о семейном положении фотографий всего 100 килобайт на едва различимых глазом 180 нанометра. Начинка российских паспортов нового поколения больше не секрет. Секрет? Видите, начинка новых паспортов. В России будут с следующего года вводиться новые паспорта с чипами. Новые чипы останутся для киберпреступников. Система защиты проинформирует владельца о попытке подсмотреть в его паспорт. Репортаж Андрей Ященко. Многокилометровая лента из кремниевых чипов. Дальше идет информация о том, как производятся эти чипы. Можно пройти более 3,5 тысяч операций. Начинается производство здесь. Зайти в чистую зону. Можно только специально. Идут нанотехнологии. Паспорт. Ну, это я пропускаю, как изготавливаются эти чипы. Вот. Теперь смотрим, что, какие данные будут чистить. Цифровая снилс, ИННМ и даже военный билет. Все закодируют в одном чипе. Паспорт, водительское удостоверение. А еще цифровую подпись. Цифровая подпись. Нигде никогда не оставляйте цифровую подпись. Запомните. Ее без вас потом могут нанести на любой документ. Пальцы и даже снимок сетчатки глаз. Это отпечатки пальцев, сетчатка глаза. Ну, пока еще это не утверждено правительством. Они могут добавить туда и сканирование лица, ну и многие другие биометрические данные. Кристалл первого уровня. То есть он обеспечен, правильно сертифицирован всеми нашими органами ФСБ, МВД. Сертифицировано все это ФСБ, МВД. А это, какое отношение эти организации имеют к документам. Это не их работа. Современная критозащита. Технологию долго тестировали. Проверяли на опытных образцах. Можно ли дистанционно сломать чип и украсть информацию. Сейчас разработчики уверены, это невозможно. Мы производим моделирование. Ну, дальше болтовня о том, что информацию это украсть не можно. Возможно, информация будет легко доступной и таких примеров уже полно, когда информацию и данные миллионами сливают в интернет. Я думаю, об этом вы видели уже и не раз, как это делается в других странах. Поэтому это все вранье. Все, кто готовит эту программу, это все враги народа. Все они должны будут привлечены к уголовной ответственности. И даже если они будут отказываться, что мы не знали, мы ничего не понимали, то это ответственности их не должно будет освобождать. Это враги народа, которые готовят всю Россию к цифровому рабству. Вы должны все это понимать. Переход на нано-паспорта начнет уже в следующем году, пока технологии для их производят. Видите, переход на нано-паспорта планируют следующий год. Просто из-за столицы. Для нас в войне приятно. Вот враг народа. Мы в тайне, потому что это будет не только российский чип, но и московский чип. Ну, а теперь главное. Теперь слушаем, что надо делать. Запомните, люди, если вам начнут навязывать эти новые паспорта, собирать биометрические данные, вы вправе отказаться от них. И люди не знают, что делать, если, к примеру, где-то в паспортных столах, есть они сейчас или нет, не знаю, будут вам навязывать этот паспорт, что делать? Отказывайтесь от нового образца и требуйте старые образцы паспортов. Вот и все. В случае отказа, конечно, чиновники будут подготовлены, будут всячески забалтывать, отговаривать, навязывать, шантажировать. Это говорить мы не изготавливаем. Значит, в случае отказа вам выдать старого вида паспорт, пишите заявление на имя президента об отказе от гражданства. Этот отказ от гражданства в Украине точно знают, что лишить гражданства может по конституции только президент. Ну, законы, в принципе, одинаковые. В России тоже Путин выдает и забирает гражданство, насколько я знаю, но суть не в этом. На имя президента заявление прямо там, в паспортном столе, в МВД, неважно где, это заявление об отказе от гражданства с формулировкой, что вас шантажируют, вам навязывают новые цифровые паспорта. И вы отказываетесь от получения цифрового паспорта и требуете выдачи паспорта старого образца. Все. Этим шантажом и принуждением вас получать паспорта нового вида не имеет права никто заниматься. Понимаете? Ни МВД, ни ФСБ, ни в банке, когда вам предлагают сдать биометрические данные, никто не имеет права. А вот отказ от гражданства, это шантаж вот этой всей цифровой мафии, они ничего не смогут сделать. Вам за это тоже ничего не будет. Если вас лишат гражданства, не бойтесь, вас в тюрьму не посадят, никуда не депортируют, вы будете человеком без гражданства и никто вас не сможет обязать чему-либо. Поверьте, приспособиться к жизни вы сможете. Вы сможете и открыть счет банки, и вы сможете и работать. И работа сегодня, поверьте, есть полно работы, я уже говорил, что делайте услуги друг другу, и вы сможете заработать себе на жизнь. Это не проблема. Поверьте, приспособиться можно. Но если вот такие протесты пойдут массово, они будут вынуждены отменить эту цифровизацию, потому что чип в паспорте – это первый шаг к чипизации, так сказать, вшиванию чипа в мозг или под кожу, куда там они собираются вшивать людям эти чипы. Жириновский, я говорил, за ухо где-то, я бы выразился, куда надо Жириновскому вживить этот чип. И не переживайте. Хочу вам показать тут же второе видео. Поднимайте скандалы везде, где-то можете. Отказывайтесь, агитируйте всех других людей. И смотрите, что это происходит уже по всему миру, уже они спотыкаются с вот этим внедрением чипизации в других странах. Смотрим Америку, США. Это весь иной студии Филипп Трофимов. США против технологии распознавания лиц. Теперь на федеральном законодательном уровне. Вы поняли? На федеральном законодательном уровне выносятся вопросы против распознавания лиц. Слушайте, это информация Россия-24. Законопроект называется об отсутствии биометрических барьеров для жильцов. Нам запретят использовать систему распознавания лиц в жилых помещениях, будет касаться домов, построенных по федеральным программам. То есть это не все объемлющие ограничения, но это первый федеральный законопроект. Ну, это чиновники хотят, так сказать, отказаться от слежки в федеральных зданиях. Они же понимают, что это такое. И это именно в федеральных зданиях хотят снять камеры, хотят снять систему распознавания лиц и хотят это провести через закон. Смотрим еще раз. Трофимов. США против технологии распознавания лиц. Теперь и на федеральном законодательном уровне. Новый законопроект называется об отсутствии биометрических барьеров для жильцов. Нам запретят использовать систему распознавания лиц в жилых помещениях, будет касаться домов, построенных по федеральным программам. То есть это не все объемлющие ограничения, но это первый федеральный законопроект, в котором рассматривается вопрос о том, какие технологии арендодатели могут навязывать арендатором. В данном случае речь в том числе об умных замках вместо обычных с физическим ключом. А здесь видите и здания, я чуть не так понял это, которые сдаются в аренду. Но в целом все это одно из проявлений нового взгляда на систему распознавания лиц как таковую. Если еще недавно это преподносилось чуть не как простое и дешевое решение многих проблем, в том числе правоохранительных, то теперь, например, сам Франция, это то, что рядом с Силиконовой долиной, то есть чуть не центр всех американских, но не только инноваций, стал первым городом вообще запретившим использование систем распознавания лиц государственными органами, в том числе полицией. Аналогичное решение приняло... Вы видите, они запретили государственным органам использовать систему распознавания лиц, в том числе и полиции. ...Окландо и Орландо. Логика противников, идея увешать все камеры и покрыть... ...ключить к ним нейросеть проста. Во-первых, это все уже начинает прямо вторгаться в понятие личного пространства. При сегодняшнем количестве уличных видеокамер нейросети легко определяют не просто распорядок дня каждого человека, но и круг его общения, политические, религиозные взгляды, да что угодно. А сами эти данные регулярно утекают в открытый доступ. Что показывает? Видите, данные все вот куда ходят, как, где бывает человек, утекают в открытый доступ. И они же не могут следить только за обычными людьми. Если это делается по программе, то попадают все, и те, кто, скажем, в структурах власти. ...отопыт стран уже появился в такие системы. А во-вторых, для выявления преступлений и поиска преступников точность распознавания зачастую недостаточна. ...2%. А видите, в поисках преступников, оказывается, эта система не срабатывает. Точности нет. Во время протестов этих членов Конгресса система определила как криминальных элементов. Ну, это классно, система определила их правильно. Но суть не в том. Я вам показываю, что с какой целью вот эти вот федеральные законы издаются, чем они не угодили. Очевидно, и те, кто власти, начинают понимать, что жертвами этого цифрового рабства станет каждый человек. И вторгаться в его жизнь, в их жизнь будут все, кто угодно. Все, кто хоть немного разбирается вот в этих нано, скажем, технологиях. И они этого боятся. Потому что появятся хакеры, которые будут следить за президентами, за губернаторами, за конгрессменами. ...политическая работа Amazon, Apple, Facebook и Google. Ну, это уже другая тема. Поэтому, вы видите, если в Америке такое началось, надо продвигать такие запреты везде по всему миру. Отказ от цифровизации, отказ от чипизации, от сдачи биометрических данных. Биометрию пусть снимают у тех, кто, скажем, у социально опасных личностей. Пусть контролируют их. Пусть возьмут под контроль торговлю наркотиками, проституцию людьми. Чего они это не делают? Они хотят честных, порядочных людей, обычных граждан, чипизировать, загнать цифровое рабство. Нет, этого нам не надо. Поэтому, запомните, отказ от получения нового вида паспортов, отказ от чипизации, отказ от биометрии, сопровождайте отказом от гражданства. Не имеет права ни одно государство принуждать вас заставлять свои персональные данные отдавать под контроль кому-либо. Понимаете? Ваши персональные данные все должны быть только при вас. Только вы должны знать, какая у вас группа крови, сколько у вас на счету, где вы бываете, куда ходите, где работаете, какими болезнями болеете. Лично вы, запомните, вы, ваш лечащий врач, должен знать вашу историю болезни. Вы, ваш банкир, должен знать, сколько у вас на счету. Не полиция, никто не должен знать. А самое главное, ваш распорядок дня. Потому что вы сможете стать жертвой этого цифрового рабства. Именно попасть под воздействие государственных криминальных структур. Поэтому в случае навязывания вам вот этой вот блевотины, которую они придумали, отказывайтесь от гражданства и делайте это без страха. И посмотрите, какая будет реакция. Всем удачи. С вами был Вячеслав Осиевский.